Всем привет! Вы смотрите канал библиотеки номер 44 имени Владимира Главатеновича Короленко и мы подготовили для вас список книг, которые рекомендуем прочитать. Здравствуйте! Мы начинаем наш выпуск и расскажем вам, что нужно прочитать. Это книги, которые библиотека получила в начале этого года. Начнем мы, пожалуй, с прекрасного писателя, о котором мы уже говорили. Это Кадзуэ Сигура, Клара и Солнце. Писатель-луреат премии Букера и, самое главное, нобелевский луреат в области литературы, а также обладатель рыцарского титула за непостижимые заслуги в области литературы. Бел дарован, между прочим, ему английской королевой Елизаветы II. Книга антиутопии. И, как всегда, здесь много жизни и много фэнтедии. Автор пишет о детях, детях будущего, которые усовершенствованы настолько, отредактированы, отформатированы, что стали практически бибречными. Но детей не хватает друзей. Поэтому создают специальные андроиды, которые называются «Искусственный друг» и «Искусственная подруга». Про такую искусственную подругу, которую зовут Клара, эта книга и написана. Питер Диамандис, Стивен Котлер. «Будущее быстрее, чем вы думаете. Как технологии меняют бизнес, промышленность и нашу жизнь?» Данная книга написана как прогноз развития современных жизненных технологий. Для кого эта книга? Книга для руководителей, для предпринимателей и вообще для тех, кто интересуется развитием нашей жизни и вообще развитием человечества. Поэтому читайте. Хорошая книга. Олег Будницкий. «Другая Россия». Книга известного историка, доктора исторических наук, о первой волне русской эмиграции, которая состоялась в 1918-1940 годах. Тема очень интересная. И помимо многочисленных вопросов, которые были связаны так или иначе с русскими эмигрантами, здесь застрагивается очень интересная тема, так называемая судьба русских денег. Русские деньги за рубежом имеются в виду. Это золото Ковчака, финансы русской императорской фамилии, деньги и казна, которая оказалась в руках генерала Врангеля и многие другие. Читайте. Книга вам понравится. Не сомневайтесь. Майкл Ко. Разгадка кода Майя. Как ученые расшифровали письменные древние цивилизации. Всем известно, что есть календарь Майя. Всем известно, что была письменность. Но это было настолько сложно расшифровать. И благодаря российскому, советскому ученому Кнорзову данный код был расшифрован. Автор данной книги, Майкл Ко, был лично знаком с Кнорзовом, который составил первые расшифровки данного языка. И здесь в книге очень подробно все это описывается. Очень много материалов, очень много схем, очень много графических изображений. Поэтому, если вам интересно, из чего состоят древние языки, если вам интересно узнать об этом побольше, пожалуйста, читайте. Разгадка кода Майя. Хорошая книга. Прекраснейший детектив. Энтони Горловец. С тем, кто читал «Сорок и убийцы», читать обязательно. Совы охотятся ночью. Эта книга в книге. Детектив в детективе. История, которая, кажется, не может быть распутана никогда. Но она распутывается в самом неожиданном возрасте. Крис Трингер. Остались одни и единственный вид людей на Земле. И правда, почему только хомо сапиенс остались на Земле? Почему другие наши предки вымерли? И почему они не смогли в данное время существовать? В данной книге вы узнаете чуть больше об этом. Вы узнаете сочетание научной литературы с глубиной и сочетание триллера. Интересную книгу рекомендуем прочитать. Михаил Латковский. «Хочу и буду». Скажите, что вы не знаете этого автора? Не поверю. Его знают все. Супер-мега-популярный автор. Фигура, которая не сходит с экрана телевидения. Которую всегда можно увидеть в интернете. Который ведет свои блоги. И который невероятно востребован. Который задает тысячи, миллионы вопросов. У него всегда находится ответ. Книга о правилах Михаила Латковского. Следуйте, и ваша жизнь изменится к лучшему. Хотите напомнить? Их всего лишь шесть. Делайте то, что вам хочется. Спорно, правда? Мне кажется, спорно. Не делайте то, что вам не хочется. Сразу говорите о том, что вам не нравится. Не держите это на сердце. И не отвечайте, когда вас не спрашивают. А отвечайте только на поставленный вопрос. И выясняя отношения, пожалуйста, говорите только о себе. Вы согласны? Вы пробовали так жить? Попробуйте. Соди Симада, дерево льдаеда с темного холма. Это продолжение культовой интеллектуальной загадки токийский зверок. В Японии Соди Симаду называют богом загадки. Поэтому, если вам интересно пропитать японский детектив, он отличается от обыкновенного стиля написания детективов. Здесь очень много различных элементов, которые нужно учитывать. Поэтому, если вам интересно, пожалуйста, Соди Симада, дерево льдаеда с темного холма. Расшифрованный Булгаков. Всем поклонникам «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», творчество писателя, а также всем, кто интересуется историей Москвы, эта книга будет, безусловно, очень интересна. Вы узнаете, где и что именно делали книг, и каким бульваром они гуляли, что они смотрели в театрах, какую музыку слушали, как они пользовались газовыми горелками и бритвенными приборами. Мелочи, но интересны. От королевы правда и вымысел. Многие из вас читали оригинальную книгу. Многие из вас могли увидеть этот фильм. В данной книге журналисты рассматривают все те события, которые случились в фильме. Они составили большую хронику. Они рассказывают о женщинах в шахматах в целом. Здесь книга имеет большое количество иллюстраций, большое количество фотографий, поэтому я рекомендую вам ее прочитать, потому что женщины в шахматах это целая мода была. И здесь очень много, даже как читали, подриск фильмов. Женщина в шахматах – это отдельная история, поэтому, если вам интересно прочитать не только оригинальную книгу «Ход королевы», а погрузиться чуть больше в данную сферу, прочитайте. Хорошая книга. Марк Шагал «Моя жизнь». Небольшая книга, изданная издательством «Азбука», очень интересная. Это биографическая проза известного художника, который родился в Витебске, но почти всю свою жизнь прожил в Париже. Что особенно интересно, это иллюстрации, нарисованные Марком Шагалом. Ирина Големгрейн «Миллион просмотров. Как увеличить охваты коротких видео?» Сейчас, когда мода на короткие видео, вертикальные короткие видео, продолжает набирать обороты, каждый из нас задумывается о том, как ему впасть в рейки, как ему пробиться на успех, как все это возможно монетизировать. Вот в данной книге вы узнаете о том, какие есть тенденции, как все это делать. Здесь даже показаны примеры о том, как эстетически это все должно быть выглядеть, как должно это эстетически выглядеть. Если вы хотите снимать хорошие короткие видео, и если вы хотите изучать чуть больше, чем просто снимать свои видосики для друзей, а вы хотите сделать из этого хороший качественный контент, и если вы планируете устраивать на какую-то работу, связанную с этим, прочитайте. В данной книге все-таки вам откроется большой завет от тайны коротких видео. Интереснейшая книга Евгения Водолазкина «Чагин». Его проза всегда интересна. Она очень разная. Например, Лавр, ну, никак не может сравнить с имиатом. И Брисбин тоже не Чагин. И Чагин необычный герой. Это герой, который может запоминать текст одного раза, причем не читая его, а просто увидит. И что такое память? Это благо или это наказание? Давайте разбираться вместе с героем. В Долазкин, как всегда, очень внимательно. Вьем Несо. Зов Ангела. Автор переведен на 40 языков. Автор имеет миллионные охваты. Автор пишет замечательные психологические детективы. Если вам интересно данный жанр, почитайте Вьем Несо. У него целая серия «Поединок с судьбой». Эта книга выпущена в данной серии. О чем книга? О том, что моменты из прошлого иногда могут встречаться, врываться в нашу современную жизнь. И нам необходимо как-то их разруливать. Автор держит интригу почти до самой последней страницы. Автор создает психологические загадки. Когда ты читаешь эту книгу, тебя создает ощущение, что ты полностью в нее погружаешься. Поэтому я рекомендую прочитать Вьем Несо «Зов ангела». Ирина Антонова прекрасный, легендарный директор Государственного музея изобразительных искусств Кушкина написала эту книгу совсем незадолго до смерти. Она и называется «Воспоминание». Ирина Александровна рассказывает и о своем детстве, о котором мы практически ничего не знаем, о молодости, о том, как она училась в университете, о том, как она начала работать в Кушкинском музее и какие-то потрясающие выставки вынаграждения. Конечно, рассказывает о своих друзьях, среди которых был Кириктор. Вместе с ним они организовали до сих пор существующие прекрасные декабрьские вечера университета. И здесь же тоже присутствуют фотографии необычные. Пожалуйста, обратите внимание вот на эту фотографию Ирина Антонова и Джереми Айрес на Харлей Дэвидсон совершают тур вокруг Кушкинского музея перед выставкой, которая была открыта здесь, называлась «На новой селе». Это выставка американской живописи. Текст, который продает Анна Шуст. В современных реалиях каждый задумывается о том, что ему хотелось бы, чтобы его блог был популярный, ему хотелось бы, охваты его видео и просмотров также были большие. Но как это сделать так, чтобы первые две строчки вашего текста захватили вашего потенциального зрителя, вашего потенциального подписчика? Вот в этой книге вы узнаете многие секреты о том, как это правильно сделать. Если вас интересует данное направление, пожалуйста, прочитайте. Анна Шуст. Текст, который продает. Молчание цвета Марине Абдарян не знал у кого как, это моя любимая писательница, которая не только затрагивает глубочайшие темы жизненные, но и пишет так, что оторваться невозможно. И не только по красоте слуга, а потому, о чем она говорит, как она говорит, и с кем она разговаривает в своей крови. Молчание цвета это книга о людях, как всегда Марина Абдарян. Книга о людях и о любви. О любви безусловии. О любви тех людей, которые встречают тебя в этой жизни и провожают тебя тоже в этой жизни и принимают себя любого, как он бы ни был. Читайте Марине Абдарян. Сизен Хилл. Обет и молчание. Данная книга написана автором на пике своей формы. Читайте роман, с которым наслаждались более миллиона человек по всему миру. Это детектив, это киллер, но сложные, глубокие персонажи, стремительный темп развивающихся событий. В данной книге Обет и молчание это потрясающая книга. Я рекомендую вам ее прочитать, если вам нравится жанр дезактивов, если вам нравится жанр триллера. Не буду раскрывать сюжет, но это того стоит. Эту книгу мы рекомендуем вам прочитать обязательно, потому что книга про русский язык, с которым не у каждого из нас дела обстоят безупречно. Но даже если вы забыли правила русского языка или испытываете сложности в написании того или иного слова, с этой книгой вам все будет легко. Читайте Наталья Фомина «Русский язык». Серия «Наука безгоносия». Хилари Мантов «Перце буря». Данный роман, конечно, опередил свое время. Он был написан достаточно давно и очень долго лежал в столе. Его не публиковали, но сейчас, когда он появился в наше время, я рекомендую вам его прочитать, потому что это первый исторический роман, прославленный Филари Ментл, автор знаменитой трилогии о Томасе Кромболе. Впервые в истории английской литературы танцузской революции была показана не со стороны жертв или со стороны врагов, а со стороны тех, кто ее творил. Поэтому читайте Хилари Мантов «Сердце буря». Влекательнейшая книга и надеюсь, она вам понравится. Вот так коротко вам рассказали про тот список книг, который рекомендуем вам прочитать. На сегодня все. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин